Их окружались в мае, где пули свещут в риска, И стены и надежды рушатся, при полнившихся строках, В усталых самодушных мужествах. Читает Кирилл Соколовин. Кирилл Соколовин. И дружбы не было нежней, пускай мой след в снегах простыл, Среди запутанных лыжней мою всегда он находил. Он возвращался по ночам, услышав скрип его сапог, я знал, От стужи он продрог, или от пота он промок, А нашу дружбу берегу, как пехотинцы берегут метр окровавленной земли, И когда его в боях берут. Но стал в нашем деле же, зная консервов на двоих, Вопрос. Кому из нас двоих остаться на войне? Живых! И он опять напомнил мне, что ждет его в Тюмени сын, Ну что скажу, ведь на войне я в первый раз побрил усы, Видно, жизнь ему в войне, оружие сильнее, чем мне. Сейчас дал мне сроки, значит, немалый срок, земельный срок. Я совестью себя пытал, Решил, что дружбу зря берег, Не дьявольски хотелось жить, Пусть даже в рост, пусть не дружить! Ну хорошо, пусть мне идти, Пусть он останется в живых, Поделит с кем-нибудь пути, Хлеб, Дружбу на двоих. И я шагнул через порог. Но было мне не суждено погибнуть в переделке Эль, Твердя проклятие одно, Приполз я на КП к рассвету. Все пьянки рассказали мне, Что по моим следам ушел он. Это он. Всю ночь в огне глушил их и ступлен на Толан. Так это он из-за угла бил на повал из автомата. Так это он из всех наград избрал одну. Убовь солдата. Мне в живых считаться числится по спискам. Но с кем я буду на двоих делить судьбу с армейским риском? Не зря мы выходим. Как пикатинцы берегут метр окровавленной земли. Тогда его поехали. Звучит композиция «Непокаленный город» В исполнении учащихся школы имени Валерия Ивановича Весенкова. Опять война, опять блокады. А может, нам о ней забыть? Я слышу иногда. Не надо, не надо раны береги. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне. И облака не пролистали. Стихов достаточно вполне. И может показаться правой и убедительной словам. Но даже если это правда, такая правда не права. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь это память, наша совесть. Она как сила нам нужна. 70 лет прошло с тех пор, как снята блокада Ленинграда. Но она возвращается к нам в документах. В дневниках блокадных детей. В записях радиовыступлений. В поэтическом дневнике ленинградца Юрия Воронова. Из выступления Александра Фадеева на Ленинградском радио. Я могу сказать, что дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами. И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Из дневника Лиши Тихомирова. Ученика 367-й, всю блокаду действовавшей школы. 14 декабря 1941 года. День прошел незаметно. Варили обеды. Я доделал микроскоп, но не испытал его. Вечером прочли при камине три главы морского молка. Скоро должны выключить электричество. До этого момента почитаю большие надежды Тиккенса. Потом спать. Мы, чтоб согреться, книги сжем. Но сжем их, будь по своим счетам. Все, что не жалко, целиком. У этих только переплет. Мы их опять переплетем, когда весну в апреле встречим. А им придется, вы потом нас вспомните о книгах этих. Изменикан, лишь это небо. 9 января 42-го. Мороз не легче. Некоторые изменения в городе. Снятый коник лодка с моста через фонтан. Трудно будет выдержать этот месяц. Но надо крепиться и надеяться. Ни хлеба, ни топлива нет. Улыбки на лицах знакомых нелепы. Как вспыхнувший свет в окне затемненного дома. Нелепы. И все же они сегодня скользили по лицам. Как в старые добрые дни. Мы знали, что это случится. Слыхали? И люди стихали. Вы слышали новость? Да, и люди друг к другу махали, забыв, что под боком беда. Бежали домой, чтоб волнение там выдохнуть эти слова. Москва перешла в наступление. Поклон тебе низкий, Москва. Из педагогического отчета в Ленгурано детского сада номер 20. Наряду с интернациональным физическим воспитанием заботимся о художественном развитии. Стараемся выработать у детей суховую наблюдательность. Очень слышат черепы на их кице, шороха синых листьев под ногами. Им долго жить с зеленым великаном, когда пройдет блокадный аппарат. На их стволах осколочная рана, но не найти рубцов от аппарата. И тут не скажешь, сохранились чудо. Здесь чудо или случай ни при чем. Деревья. Поклонитесь низко людям и сохраните память об илогу. Они зимой сжигали все, что было. Шкафы, двери, стулья и столы. Но их рука деревьев не рубила. Сады не знали голоса пилы. Они зимой, чтоб как-нибудь согреться, Быть на мгновенье, книги, письма жгли. Но нет садов и парков по соседству, Которых бы они не сберегли. Несчесть погибших в зимние сражения. Никто не знает будущих утрат. Деревья остаются в подтверждении, Что, как Россия, вечен Ленинград. Им над него шуметь и красоваться, Шагая к людям в будущих годах. Деревья. Поклонитесь ленинградцам. Закопаны гроба и без гробов. Песочерка Александра Верка. Корреспондент Би-Би-Си в Советском Союзе. С 41-го по 46-й год. Почему Ленинград выстоял? На этот вопрос некоторые авторы на Западе Дают вполне основательный ответ. Что поскольку дороги были перерезаны, У ленинградцев не было иного выхода, Как выдержать и стать героями. Хотели они того или нет. Однако в действительности дело не в этом. Самое замечательное в истории ленинградской блокады Это не сам факт, что ленинградцы выстояли, А то, как они выстояли. За залпом залп гремит салют. Ракеты в воздухе горячим Цветами пестрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. Не успокаивать пока, Не утешать людей не надо. Их радость слишком велика. Гремит салют над Ленинградом. Их радость велика, но боль Заговорила и прорвалась На праздничный салют с тобой. Пол Ленинграда не поднялась. Рыдают люди и поют. И лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют. Сегодня ленинградцы плачут. Семьдесят лет прошло с тех пор, Как снята блокада Ленинграда. Мы помним подвиг защитников города. Мы гордимся теми, кто выстоит. Ленинград – это символ бесстрашия. Ленинград – это гимн человечности. Когда приходит память и конец, Ты долг, где окна досками забиты. Нет ничего опаснее сердец, В которых пережитое убито. Забыть, что было, Значит обокрасть самих себя Своими же руками. Становятся слепыми ум и страсть, Когда у человека меркнет память. Верный вам с песней Он отдыхал в короткие часы затишья, Вспоминая родных и близких. Многие фронтовики Вспоминали старики окопных потихон, На котором под гробом артиллерийской канонады Они слушали Шульженко, Русланову, Утесова. И сейчас прозвучит знакомая всем песня Огонек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok